Всем привет! Перед началом видео я бы хотел напомнить, что у меня есть второй канал, на котором я занимаюсь созданием роликов на темы, никак не связанные с фоллаутом. Если вам интересно то, что я делаю, то прошу пройти по ссылке в описании. А теперь перейдем к видео! Глобальные модификации в наше время как грибы после дождя. Только успеваю изучать все то, чем делятся с нами мододелы. Конечно же хотелось бы анонсов покрупнее, чем несколько скриншотов или записей в блогах. Однако всегда приятно, когда на целый ролик набирается даже такой информации. Сегодня, правда, не такой день. У нас есть не только куча новых подробностей про ожидаемый многими мод фоллаут майами, но еще и создатели фоллаут каскадия выпустили целый видеоролик с обзором того, чего они добились за прошедшее время. Не забывайте ставить ваши ядерлайки и подписываться на канал. Приятного просмотра! Конечно же стоит затронуть и проблему того, что сейчас происходит на сайте Nexus. Для тех, кто не в курсе, авторы сайта решили делать так называемые коллекции. Это, насколько я понял, решит проблему удаления модов или их исчезновения с сайта. На данный момент бедный Nexus перестает справляться с тем, сколько на него нагружено самых различных модов. И потому моды решили архивировать что ли. Но не всем это понравилось. Многие авторы из-за того, что боятся потерять контроль над своими творениями, живо удаляют свои моды с сайта. Например, винтовка Ice Storm Orsis F17, которую я скачал тут для ролика по модам для Fallout 4, на данный момент просто исчезла с Nexus'а. Но ладно бы какие-то одиночные моды исчезали, будто у нас нет других ресурсов кроме Nexus'а, верно? Но вот и разработчики The Capital Wasteland уже написали в техподдержку Nexus'а, чтобы те удалили большую часть модов, которые они там выложили. Авторы надеются на понимание среди своей аудитории и уже сейчас ищут другие методы, как захостить свои работы среди аудитории. Та же btsd.net до сих пор отлично работает и моды по проекту Capital Wasteland можно там обнаружить и скачать. Тем более, авторы обещали выпустить сам ремейк третьего Fallout'а, в том числе и на Xbox, а на консолях без btsd.net моды в целом не поставить. В общем, ситуация может быть и не накаляется, но неприятно, что вообще вся эта буча поднимается. Я как раз собирался тут заняться проектом роликов про моды для Fallout 4, а тут такая ерунда стала происходить. И теперь даже не знаю, браться или не браться за все это. А каково ваше мнение о происходящем на Нексусе? Пишите в комментариях, а мы наконец перейдем ко всей той информации, которой поделились с нами разработчики глобальных модов за прошедшее время. Создатели мода Fallout Miami за последнее время были самыми плодотворными на анонсы. На своем сервере в дискорд они выложили скриншот, на котором изображено по всей видимости логово одной из фракций мечтателей. Мы можем видеть ядовитые краски и некое вещество. По всей видимости им любят травиться члены фракции. На стене мы можем видеть фразу о том, что кто-то из них хочет достичь небес, но у него сгорают крылья. Возможно какая-то цитата, если вы знаете откуда она, напишите в комментариях, я как-то не признал. По всей видимости отсылка к Икару. Что касается вещества, которая изображена в скриншоте, это Луна, одно из самых любимых веществ, до которого добрались мечтатели. Производят его в Fallout Miami кубинцы, а потому все по канону города грехов. К слову, вместе с описанием Луны на сайте ArtStation попали еще несколько скриншотов этих мест. Добавить тут нечего, но можно рассмотреть детальнее уже увиденную локацию. Также на все том же ArtStation можно посмотреть на некие знамена. Каким образом они будут использоваться в игре, пока непонятно. По всей видимости будут квесты, возможно связанные с какими-то реконструкциями или еще чем-то подобным. Надеюсь только, что еще и Fallout Miami косплееров средневековья не позовут, а то это уже в мем превращается на моем канале. Также разработчики поделили скриншотами, как будут выглядеть шмотки ядерных патриотов. На мой взгляд, довольно мило, детально. Сказать тут больше и нечего. Арт в Майами очень неплох. Лично меня этот мод привлек именно им. Плюс ко всему, не так давно создатели мода Fallout Miami запустили в гугле опрос, в котором мы можем выбрать 5 любимых песен, которые играли на радио в четвертой части Fallout. Разработчики пообещали, что на радио будут новые хиты, которые перед началом войны были распространены именно в этом регионе. Но, конечно же, и другие песни США тут также звучали, включая популярные по всей стране. А потому и нужен этот опрос. Ссылку на него я оставлю в описании, можете пройти и потыкать. Кстати, в посте с анонсом опроса создатели Fallout Miami пообещали, что скоро будет новый апдейт с информацией по разрабатываемой модификации. Будем очень сильно ждать. Конечно же, как только появится больше инфы, я и тут же с вами поделюсь. Следите за релизами, а мы переходим к Fallout Cascadia. Разработчики Fallout Cascadia не очень часто рассказывают о своем проекте. Есть, конечно, создатели модов, которые еще реже выпускают хоть что-то, но и в случае с Cascadia и до конца непонятно чего ждать. Но тут внезапно разработчики поделились видеодневником, в котором продемонстрировали некоторые готовые вещи в своем большом проекте. Ролик получился, конечно, не очень большим, но на безрыбье и рак рыбы. А потому давайте посмотрим. Сначала разработчики рассказали о фракции Красные Листья. В видео с обзором всего, что нам известно о Cascadia на моем канале, я уже рассказывал об этих ребятах. Это люди из реакционного движения после аннексии Канады в 2072 году. Единственные люди, которые были против столь дерзкого решения Соединенных Штатов. Ну и, конечно же, если бы не Великая Война, Красные Листья были бы растоптаны в кратчайшие сроки. Но даже после ядерной катастрофы фракция жива и занимается тем, чем занимается. Нам показали, чем Красные Листья будут вооружены. И это винтовка Ли Энфилд. Я думаю, что любой, кто так или иначе играл все эти годы в видеоигры, должен знать эту довольно популярную британскую винтовку. Моделька сделана довольно неплохо. А откуда британская винтовка оказалась в руках канадских повстанцев? На самом деле все просто. Дело в том, что винтовка Ли Энфилд и по сей день принята на вооружение в Великобритании, в британских колониях, на Таиланде, а также в Канаде. Насколько это нормально в условиях мира Fallout с его лучеметами и прочими огромными толстяками, будем смотреть в моде. Кроме винтовки показали и боевую броню Красных Листьев. Выглядит снова опрятно, мастера флаудфэйшена одобряют. Даже сказать тут особо больше нечего. Ну и самое интересное, это показанная локация Посейдон Мегамайн. Судя по всему, государство при помощи всеми нами известной корпорации Посейдон Энерджи в здешних районах копали какие-то полезные ископаемые. Использовали для этого роботов и в итоге нарыли мегапещеру. В эту пещеру игроку придется, судя по всему, спуститься и чего-нибудь эдакого там найти. Мне кажется, что выглядит довольно прикольно. Ну и на сегодня в целом можно заканчивать. Информации у нас не то чтобы много, но хоть чем-то я с вами поделился и, надеюсь, утолил жажду узнать о чем-нибудь новом про столь ожидаемые глобальные модификации. В следующий раз мы о них поговорим по всей видимости тогда, когда авторы Fallout Miami подготовят большой новый апдейт по своему моду. Кроме того, что-то готовят и разработчики Fallout London. Казалось бы, лишь недавно они выкладывали большое видео, а вот уже говорят, что скоро чего-то там сделают. Создатели Capital Wasteland тоже стали выходить на связь. Не так давно на своем твич-канале один из авторов занимался дизайном мины. В общем, работа кипит, а значит и нам будет что посмотреть. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте под ним свои ядер лайки, оставляйте квантовые комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал, после чего яростно теребите колокольчик. Впереди еще очень и очень много интересного. Играйте в хорошие игры и моды. Всем удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok